Уважаемые коллеги, знаете, ну я не буду рассказывать, что строится в Московской области, все это знают. Когда я пришла туда в 2000 году, у нас не строились сельские школы, закрывались. Я не хочу сказать, что это моя заслуга была, это заслуга была понимание региональной муниципальной власти, как надо работать. И тогда нам очень много помогала программа государственная, которая была в Министерстве образования, программа сельских школ. Мы были пилотным, одним из пилотных регионов, и мы отрабатывали через программу не то, ну конечно мы отрабатывали, как построить новую сельскую школу. Мы работали над мировоззрением людей, в том числе и органов власти. Кстати, создан был институт, который есть, он называется не повышение квалификации, а социального управления, потому что мы учим чиновников Московской области понимать проблему. Вот я разделяю заботчинность Олега Николаевича и коллеги из Амурской области в каком плане? Я тоже из сельской как бы местности, хотя Московская область, но у нас 43% село. И я ходила в начальную школу 4 километра. Эта школа существует до сих пор. У нас есть школа, где учатся брат и сестра сегодня. Но мы знаем, что идёт строительство, что развивается производство и что там будут дети. Потому что сегодня в детском саду, вот там, где двое учатся в школе, уже 30 детей. Поэтому вопрос обезлюдивания территории, вопрос там, он связан, конечно, с образованием и здравым, но в первую очередь он связан с тем, что если власти занимаются только выбиванием денег в бюджете, они думают о том, как привлечь. Мне могут сказать, ну это же Московская область. Представляете, совершенно нет. У нас есть районы пограничные, там, Тульской, Калужской области, при всем уважении к тем областям. Они не потому закрыли, что закон позволял без общественного мнения. У них денег не было, и они не могли найти возможность. Как только Калуга стала использовать привлечение трудовых ресурсов и создала производство, они перестали ходить в наши сельские школы, они открыли свои. Поэтому, знаете, я хотела бы предложить, вот все-таки разделяя беспокойство, подумать о том ребенке, который вынужден ходить или ездить, потому что власти не могут и не умеют работать. Вот надо направить ту общественность, которую мы хотим очередным запретом, я с этим, конечно, не согласна, согласна с мнением комитета, направить на то, чтобы решать вопрос, чтобы пришли те власти, которые могут взять ответственность не за то, как выбивают деньги и, понимаете, требуют, чтобы именно их дали, им дали, а как они могут сделать регион инвестиционно привлекательным. Но поскольку такие власти существуют, мы не должны забывать о том ребенке, который либо ездит с угрозой для жизни, либо ходит. Поэтому я думаю, что было бы, наверное, хорошо, если бы Министерство образования, Российская академия образования, хотя она занимается этим, но, я не знаю, через программу, через проект, через какую-то форму, все-таки занялась вопросом не только показателей, что там за цифрами по сельской школе, а по содержанию. Потому что сегодня надо искать, продолжать новые технологии, как сделать так, чтобы и учитель имел более высокую квалификацию и так далее. Это очень интересная тема. Я думаю, что вот наработки той программы, о которой я вспоминаю в 2000-х годах, они дали нам хороший посев, вот надо это продолжить. Я думаю, это очень хорошая тема. Продолжение следует...